Алматинские врачи чудом спасли жизнь беременной женщины. Сложную операцию провели в городском центре перинатологии и детской кардиохирургии. Уроженец выявили непредсказуемую патологию только на восьмом месяце беременности. Подробности этой истории в материале Айданной Нураж. То, что произошло девять дней назад, Дженсая вспоминает как страшный сон. На условиях анонимности женщина рассказала нам свою историю. Она находилась на восьмом месяце беременности. Говорит, ничего не предвещало беды, каждый осмотр показывал хорошие результаты. Но, уехав на очередной прием в поликлинику, она оказалась в реанимации. У меня появились страшные отеки, давление поднялось. Я оставила детей дома, думала, быстро схожу на осмотр и вернусь. Но мне там стало хуже. Я уже не помню, что произошло со мной после. Слава богу, сейчас все хорошо. Со мной рядом моя малышка. Спасибо врачам. Сами врачи перинатального центра называют этот случай не иначе, как чудом. Медики выявили сразу три причины, вызвавших осложнение у пациентки. За жизнь хрупкой женщины боролась целая бригада специалистов. Сложная операция длилась четыре часа. Поступила сжал на кровоочищение. Плюс у нее было высокое артериальное давление, головная боль и снижение мочи спускания. Просоединилась еще она мне здесь, у нее предлежали пациента. Это тоже сам по себе отдельно грузные осложнения, связанные с тремя рубцами. Во время операции у нее открылось очень большое кровоочищение. Несмотря на все трудности, девочка родилась здоровой. Но молодая мама пришла в себя спустя трое суток. И только сегодня она смогла взять на руки маленькую иной ад. В результате сложной операции на свет появилась девочка весом 1700 грамм. Сейчас мама и малышка чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся под строгим наблюдением врачей. Только в прошлом году в медучреждение поступило больше 9 тысяч роженец. Из них около 300 женщин выявили преэклампсию. К сожалению, предупредить эту патологию почти невозможно. На сегодня она остается одной из самых непредсказуемых осложнений беременности. Продолжение следует...